Илья, спасибо, и вам, и у меня большая честь участвовать в проекте Куреока Бутенберга, как человек, который все еще относится, принадлежит к цивилизации Бутенберга. Не хватает одного слова, верить. Верить в россиянию Бога. Первое слово, верить в россиянию Бога и в обратной технологии больших социальных групп. Ключевые слова, на самом деле здесь не на сиянии, не при чем, не Бог, не при чем. Но и более важно, с научной точки зрения, вот это то, что написано буквами поменьше, латентная психология больших социальных групп. Почему вдруг, собственно, ну это же такая как бы скрытая психология больших социальных групп. Почему возникла идея к ней обратиться? Да, ну естественно, это произошло не впервые, психологию толпы изучали и описывали и в отличности, и поближе к нам. Мы даже с вами не знали, кто эти люди. Особенно те, кому более всего дорого слово латентно, то есть это психоаналитики. И к этому опыту мы обращаемся, потому что академическая социальная психология, которая обращает свое внимание в основном на субъекты и на то, как рационально он принимает решения, и готов нести и способен нести за них ответственность, вот на самом деле это все потерпела как на днестрофеатра. Обычные социально-психологические исследования, берем опросник или какой-то тест, и чаще всего все, что касается жизни социальных макрофеноменов, это на самом деле вопросы, то есть исследователь их создает сам, и если допущен, это студент, он их просто придумывает, эти вопросы, и очень часто даже вкладывает уже туда свое какое-то определенное представление, ну как раз вот то, о чем говорил Дмитрий, полагая, предубежденно полагая, что большинство людей, ну то есть он ожидает получить определенный ответ, вот это не работает. И собственно все кризисы, в которых оказалась не только Россия, но и мир сегодня, они это подтверждают, что у социально-психологов инструментов для понимания того, что происходит с массовым, или социальным, или с руковым сознанием, обычными способами мы их понять не можем. Еще нужно сделать, наверное, Илья, что там на следующем слайде? Вот, всем видно или маленькие очень? Я сейчас прочту тогда. Значит, мы все воспитывались вот в этой модернистской парадизме субъектности, но от нее приходится отказываться, потому что, если задуматься, как много или как мало того, что мы действительно поняли, придумали, узнали, вырастили в себе, вот что мы сделали сами. Во-первых, половина, не знаю, 90%, как сказали-то в герметике, определяется природой, и все остальное доделывают наши родители, то есть социум. Можно к популярным сегодня идеям Татьяны Владимировны Черниковской обратиться, что мозг сам принимает решения и нас, в общем-то, не спрашивает, да? И это подтверждается исследованиями нейробиологов, нейропсихологов, ну, в частности, вот, тут, значит, мы опирались на работы Рота, Леонур Мачандран, близкий, дорогой моему сердцу, вот, он тоже об этом говорит и пишет, что, как бы, вот, то, как, ну, речевые структуры, они являются врожденными, то, чем они наполняют, это уже условлено культурой. Но без, еще до нейропсихологии и нейробиологии, вот, я бы позволить мне привести цитаты, ну, выдающихся людей, вот, Волошинов, есть версия, что это Николай Михайлович Бактин, и вот в 29-м году публиковался под фамилией Волошиным. Сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива. Индивидуальное сознание питается знаками, вырастает из них, отражает в себе их логику и их скономерность. Ну, из него же более позднее, да, как тело первоначально формируется в материнском логике, так и сознание человека пробуждается, окутанное чужим сознанием. Позже начинается подведение себя под нейтральные слова и категории. Вряд ли мы возьмемся даже это оспаривать. Мы рождаемся, да, готовы к тому, чтобы воспринимать человеческую речь и ее воспроизводить, но наполняется она, в общем-то, наше сознание чужим, скажем так, содержанием, которое мы принимаем за свое. Значит, мы всю окружающую реальность, абсолютно все, мы как бы подвергаем процессу категоризации. То есть мы все, так сказать, называем. Это и в жизни отдельно взятого там ребенка и человека, и у первогодных, скажем так, ну, не у первогодных народов, так, наверное, непоникорректно говорить, хотя вряд ли они об этом узнают, но в традиционных сообществах, далеких от нас народов, вот сейчас с Селяной Рожь, Лаков изучали такие языки и обратили внимание на то, что и у ребенка, и, как бы, на заре человечества мы сначала категоризируем все в каких-то полярных таких определениях, затем в базовых категориях, да, в таких основных, затем они обрастают все большим количеством, ну, как бы мы сказали, эпитетов, характеристик, и уже вот эта полярность, она превращается в определенный континуум, какие-то дефиниции. И изучая категориальный аппарат, ну, посвященный той или иной, скажем так, нашей сфере жизни или деятельности, плотность вот этих категорий и то количество ассоциаций, которые вызывают те или иные категории, мы, собственно, можем категории какие-то описывать действительно как базовые, чрезвычайно важные, определяющие сознание группы, репрезентирующие это сознание, и сознание человека. Ну, если говорить там птица, рыба, женщина, да, у каждого возникают свои ассоциации. Если мы начнем, так сказать, собирать вот эти ассоциации, то мы можем с вами прийти, ну, к какому-то вот сообществу, да, которые здесь сегодня есть, мы можем там, ну, естественно, мы придем с вами к какому выводу, что в Самаре живут самые красивые девушки, что самая главная русская птица это какая? Курица. Студент. Я подумала воробей. Мне кажется, у вас курица со словом женщина ассоциируется, нет? Нет, просто есть за сказку про курочку рядом, слушая, наверное, поэтому вам... Ну, то есть вот так, значит, ассоциации, связанные с категориями, позволяют выстроить так называемую ассоциативно-вербальную сеть, показывающую нам отношения большого сообщества к тем или иным феноменам. И это не рациональное отношение, то, как мы вот в этом живем, и как мы это выражаем. Значит, что там дальше? И, значит, вот сейчас я хочу рассказать о результатах большого исследования, которое мы с моей коллегой Татьяной Константиной Дружиной проводили про одно сначала разговоры. Это были 14-15-16 годы в рамках, ну, тоже большого исследования, которое было на нашей кафедре общей социальной психологии и педуниверситете. Значит, и это действительно были города Самара, Эстарова, Саранск и Казань, которые мы применяли, это ассоциативный эксперимент. Все остальное, кроме него, это в другом исследовании. Значит, у нас 4 выборки. Одна из них мусульманская, ну, понятно, в Казани. Еще в Тагестане провели исследование, но так до сих пор не обработали, потому что это достаточно трудоемко. Вот. А Ешкарова, Саранск и Самара – это, значит, такие христианизированные выборки. Ну, более там детально можно сказать, что в Самаре мы проводили исследование, сравнивая, ну, предъявляя именно тот же стимульный материал людям, которые как бы просто обычные православные, как мы с вами, и те, кто считают себя старобрядцами, староверами, они проживают в селе Екатериновка Самарской области, туда, ну, давным нескольких сот лет, действительно, конечно, они заселились, и они отделяют себя, значит, вот от обычных православных, хотя вот наше исследование показало, что практически нет никакой разницы ни в том, как они воспринимают вот эту религиозную реальность, ну, и, собственно говоря, как они вообще понимают и относятся к Богу. Итак, значит, четыре выборки, ну, три из них, как мы говорим, русские православные, и одна мусульманская татарская, вот так, надеюсь, их не обидим. Дальше давайте, ну, это вот, дальше давайте, это такой теоретический материал. Значит, статинно-гербальная сеть группы, понятия, которые мы используем, это производная групповой психологии. То, что я вот уже рассказала своими словами, и, собственно, как происходит социализация, через язык, и только язык нам дает доступ, ну, приблизительный даже, наверное, к этому языковому подсознанию. Но сразу скажу, что ни в коем случае не стоит относиться к этому пренебрежению, потому что вот этот метод, он, ну, приоткрывающий нам, да, при подсознании, там, или, ну, языковое подсознание, он дает вообще большие возможности прогнозирования социальных процессов. Так, дальше, значит, это экспертный групп Бэйт был разработан, ну, как мы называем, стимульный материал. Здесь 44, значит, стимульных слова, на которые наши респонденты должны были, ну, так сказать, предъявить свои ассоциации. Бог, религия, добро, там, надежда, народ, предки. Вот эти все стимульные слова, они делятся на 4 группы. Ну, мы изучали еще правовое сознание, значит, кроме религиозного, там, такое, революционное, и четвертое, я забыла, был, какое, но мы вот, сейчас я только про религиозное, в самом деле, говорю. Значит, вот, ну, вот такие тексты мы получали, все это, естественно, по одному словечку заносилось им в таблети и цели, дальше уже, ну, что-то вот просто вообще, как на этих самых первоклассники, палочками подсчитывалось, ну, и отчасти подвергали уже компьютерной, статистической обработке. Дальше. Так, вот здесь вам, наверное, не видно, да? Согласно теории Илья Нур-Нош, вот к прототипу уже, то есть к такому толстому или частотному топику относятся такие стихиарные прототипы, на которых мы получаем 3 и больше ассоциаций. То есть, если вот одно стимульное слово вызывает 3 разных ассоциаций, то, значит, оно достаточно значимо выявляется. Вот, например, категории, соответственно, стимульное слово, значит, религия в первой строке. Мы, это вот еще русские православные, значит, первых таблиц, мы получили 102 ассоциации на это слово, и вот 52 ассоциации, они будут, ну, как бы, равные. Среди разных количеств повторов, вот 12 раз встречается слово вера, церковь, Бог, христианство, духовность, Библия, и дошли до голода. Менее частотные уже душа, крест, постоянство, таинство, и вообще так мы интуитивно с вами догадываемся, что вот те ассоциации, которые встречаются реже, они к некему такому священцу более близки, чем те, которые встречаются гораздо чаще. Дальше давайте следующий путь. Ну, значит, работая вот с остатками, которые мы получили у русских православных, ну, мы это делали со всеми другами, собственно, мы можем видеть, как вот ассоциативно-какая ассоциативно-гербальная сеть образуется по отношению к каждой из, ну, категория религиозного сознания, так сказать, какая ассоциативно-гербальная сеть образуется. Вера, например, да, надежда, религия, имя, это, ну, имя вера, то, что к самой религии совершенно не относится, но тем не менее занимает такое, да, значительное место, то есть больше трех остаток. И так далее. Здесь вот вы можете посмотреть самыми часто повторяющимися, вот эта молитва жирная выделена. Интересно, что, скажем, то, что мы закладывали как бы категорию религиозного сознания благу, вот мы видим деньги, достаток, польза, радость, счастье, благополучие, то есть благо, как не связанное, там, с елеем, благодатьем и так далее. То есть ассоциатов много, и на самом деле, чем больше ассоциаций, это не обязательно будет лучше. Вот в данном исследовании, как бы, для нас, ну, для того, чтобы понять, это вот, значит, ну, количество ассоциаций или сколько ассоциаций на одно стимульное слово. Сейчас вот мы будем когда-то сравнивать православный кунцерман, но это убедим. Давай туда еще иди. Значит, вот мы говорим о стереотипе, это как раз повторяемость, то есть большое количество ассоциатов на одну и ту же стимульную категорию. И наш студент, в общем, вот он рассчитывал. Значит, то есть чем больше ассоциаций, чем больше наши экспоненты называют слов там по отношению к категории Бог, тем выше получается уровень эмпропии, потому что Бог и то, и все, и пятый, и десятый, и еще и веры, может быть, там и фильм какой-нибудь. И, значит, если вот эта вот, ну, как бы рассеянность там, да, если пати, она достигает 20%, то это уже критичный уровень существования категории. То есть категория перестает иметь значение как бы для языкового подсознания. И, собственно говоря, если мы видим, да, вот такой вот уровень эмпропии, то, ну, как бы религия формальная, неформальная, настоящая, там еще какая-то, по сути дела, она не имеет на самом деле большого значения для тех людей, которые позиционируют себя как верующие. То есть за Бога они умирать уже не пойдут. Не за церковь. Также, я думаю, и за церковь, и за общество тоже не пойдут. Вот. То есть чем больше ассоциаций, тем хуже. И если вот говорить, ну, скажем, о каких-то, ну, как это сказать, конструктивных идеях, стратегиях, в том числе, то есть вокруг чего национальные идеи, что в духовных скрепах, например, да, то вот при помощи этого инструмента как раз эту скрепу можно выбирать. И в нашем исследовании мы как раз увидели, что рожка православной скрепы не есть духовная скрепа. То есть это все просто иллюзия. Давайте дальше. Так. Ну, это вот один из первых наших графиков. Как раз график ассоциаций, ассоциаций на юрбальных категориях православных христиан. И те, что выделены красным, вот здесь наиболее высокий уровень ассоциации. То есть и сама религия, и, значит, и такие категории, как блага, вера и милосердие, они, ну, получают очень много каких-то интерпретаций, ассоциаций, но на самом деле они перестают быть тем, что может, ну, как бы, нас там солидировать. Так, прошу вас. Так, график устойчивости, синтезативного процесса. Ну, вот это, конечно, наши такие роги пока еще попытки были, статисты Константиновны, но построить какую-то, может быть, более там сложную теорию. На самом деле нам нужен математик, и вот мы даже подружились уже с математиками с института управления, с институт проблем управления, но мы пока друг друга не понимаем. Вот. Интуитивно понимаем, понимаем, что нужно сделать, но какое-то возможно, что и математически, такой вот формулы, что ее пока, во всяком случае, в обычном математическом обиходе не существует. То есть, вот устойчивость интропийного процесса, ну, как бы то, насколько... Это тот же выпускник, наш Адрюш Безогов нам рассчитывал, и потом, после того, как он это сделал, вот исчез почему-то. Ну, значит, то есть... Вот. Значит, то есть, вот есть импропии категории, то есть, огромное количество ассоциаций на слово религии, но и, как бы, ну, как сказать, скорость роста, что ли, вот этих ассоциаций, или наоборот, ну, высокая или низкая, она тоже позволяет, я надеюсь, сделать прогноз. То есть, как быстро будет распадаться та или иная категория языка. Ну, не то, чтобы совсем распадаться, а утрачивать, может быть, и значение, ну, и большей частью будет утрачивать смысл. И вот, кстати, смотрите, да, вот самый маленький желтый столбик, это та категория, которая, это обряд, и это та категория, которая, вот, ну, более всего устойчива, потому что, что такое обряд, ну, всем нам понятно, да, значит, и если человеку мы спрашиваем, верующий он или нет, чаще всего люди отвечают, что да, я вот хожу там в церковь. Хотя, очень часто мы понимаем, что просто хождение в церковь и достаточно затратное финансово, кстати говоря, оно не делает людей добрее. Может быть, как раз потому, что чаще всего это пожилые люди, и они оставляют там свои деньги, но это если так дело не относится. А они же не перестают, ну, то есть они свечки ставят, но болеть при этом не перестают, там дети и внуки чаще не начинают к ним приходить, и вообще никаких проблем не решают. Но тем не менее, обряд это то, что, как бы, понятно всем. Дальше давайте. Так, и это будет, значит, график частотного распределения ассоциаций категории Бог уже вот в выборках. Ну, чаще всего у русских вера, и дальше видите очень небольшое количество ассоциаций, то есть они не часто встречают вот эти ассоциации церкви, прозвищи веры, всевышний. Всевышний уже там вот на каком, на четвертом месте. У мадвы Бог это всевышний, видите, такое большое количество ассоциаций. Ну, у малийцев тоже, в общем, походе, что там, да, первый всевышний, Господь, вера, дворец, создатель, то есть не очень значительный. И для мусульман тоже понятно, что на первом месте для них Аллах, то есть Бог, ну, собственно, слово Аллах переводится как Бог, то есть, что для вас Бог? Для нас Бог это Бог. Я думаю, что вот это так. Вообще мы получили вот в этих четырех выборках почти пять тысяч ассоциаций, там, четыре тысячи девятьсот восемьдесят по-моему, по-моему, больше всего, ну, как бы, самый такой разговорчивый подвыборкой оказалась МОДВА, то есть у них вот на эти сорок четыре стимули слова, они больше всех дали ассоциации, самые, меньше всех, вот, в том, что касается религиозного сознания, меньше всех ассоциаций у русских, то есть для русских вот как бы религиозная эта сфера, она вышла из, подчинения какой-либо понятной нам религии. Давай, большая, я. Это то, как, значит, структура вайсных категорий, ну, категория религия, и вот то, что я говорю, что у русских меньше ассоциаций, да, то есть гораздо, ну, как сказать, ну, виднее язык, да, при помощи которых выражается вот это вот понимание религии. Для мусульман больше, и они, кстати, в том числе и христианство сюда тоже относят, и мы также видим, что вот религия, это прежде всего вера для мусульман. Здесь вот 51 ассоциат, это по процентам, если в этих процентах то же примерно совпадает, то есть, ну, как бы вот это частотный топик, или, как я ее называю, толстая категория, то есть, для мусульман, вот во всяком случае для нашей выборки, религия, она действительно связана с верой. Ну, для русских правоохранных немножко с верой, немножко с церковью, вот так, в общем. Вот, то есть, значит, здесь такие вот насыщенные, часто повторяющиеся ассоциации. Прошу вас дальше. Так, опять с православными и мусульмане. Ну, так, просто. Значит, для мусульман, мы видим, обряд совсем не имеет значения, и, значит, год слова религии, там на предыдущем рисунке тоже было похоже, оно же тоже, как бы, само в себе тоже является сегодня словом. И мы видим, что оно много вызывает ассоциаций. Так, дальше. Ну, это вот немножко про другое, если я захватила, значит, обоиск на категории порядок, и, смотрите, тоже интересно. Ну, закон, конечно, на первом месте, слава богу, и у русских мы не видим ассоциаций вообще на символное слово ответственность, государство и справедливость. То есть, это, ну, собственно, если бы кто-то спросил на, да, с психологов, а на что, ребята, ну, допустим, новому губернатору или новому президенту нужно обратить внимание, с чем же работать, с какими процессами, да вот, пожалуйста, государству не доверяем, справедливость не верим и так далее. Так, это вот частотная патегория только закон, нормы тоже, в общем, вот так вот представлены. А, то есть, черные? Я наоборот, черные, это русские? Да. То есть, я думала хуже, Ну, тогда прошу, прошу прощения. Вот. Так. Надеюсь, вы не обидели. Я так вижу, что действительно где-то презентацию не очень не знаю. Нет, нет, оставляйте. Так, это вот благо. но это все про то же, собственно говоря, насколько устойчиво или подвержена энтропита или иная категория. что может быть, может быть, когда съел курицу, да, тогда хорошо. Но вообще, смотри, вот, если, не знаю, если в этой аудитории люди, которые хорошо знают Коран, но вообще-то Коран как раз поощряет то, чтобы человек стремился в достатке. Правильный человек это тот, кто живет в достатке. И, собственно говоря, помощь, вот это вот как-то подоимые милости, оно тоже, ну, я так уже для себя тоже интерпретирую. Вот. Комфорт, хорошо, здоровье, дети, то есть то, что ничего связанного с религиозными какими-то представлениями. Так, что там дальше? Так. Как-то это уже не на что у нас похоже. Ну, это, вероятно, значит, результат интерпретации низкий уровень ценностей у православных. К таким ценностям относятся, меньше 5% они выражены в самостоятельном смысле, чувств и общественное доверие. Это там, где мы просматривали революционные сознания. И высокий уровень ценностей безопасности, достижительной социальной иерархии, власть и распределение богатств. Для 17-го года, в общем, это, наверное, нормально. Это уже обобщение православных были, еще молодежь потом, мы включали это исследование. Ну, это там отдельно, так сказать, анализировались вот они по этому параметру, по параметрам революционного сознания. Так, дальше. Ну, значит, поскольку я говорю, что вот про астативно-вербальный эксперимент, ну, так я, может, как бы это путано, все рассказала, довольно много у нас материал опубликовано. И здесь вот я хотела вернуться к одному из старых своих исследований, это еще в этой диссертации было, и здесь, ну, как бы через призму вот этой латентной психологии, я уже посмотрела на то, что было сделано когда-то, и здесь мы тоже видим, ну, когда человеку задаешь вопрос, там, например, кто идеальный интеллигент в своем представлении или в вашем представлении. Естественно, моя первая статья про интеллигенцию начиналась со слов интеллигент это бедно, но опрятно или опрятно, но бедно одетый человек. Ну, наверняка в очках и в шляпе, там было, я уже сейчас не помню, на что мне более научные говорили, ну, Катя, в принципе, вот это, это то, что выбралось из просто вот этого языкового сознания. То есть, чаще всего, да, если ты умный, то почему ты такой бедный, и шляпа, ну, очкарик, сейчас почти все очкарики, а когда-то это, в общем, была бы редкость. Вот, то есть, на самом деле, вот рационального представления, понимания о том, что такое интеллигенция, у нас в обществе нет. Я даже, у меня было наблюдение за диссеркционным советом, ну, там, видео, да, и вот там было видео, когда уже я не присутствовала, но я видела, люди разговаривали между собой там в процессе голосования, значит, ну, какой-то у них небольшой перерыв, и я вижу, что это очень умные люди, там они, не знаю, там, какой-то текст Карамзина, например, обсуждали, или что-то еще, ну, посетовали на то, как им не хватает мир Пушкина, за мной все такое прочее, но, значит, во время, вот на самой защите, да, диссертация, которая была посвящена интеллигенции, ну, всегда, и это каждый раз, когда мне приходилось говорить об интеллигенции, как бы, у людей вот это вот рациональное выждение, оно отключается, потому что здесь у каждого всплывает что-то такое родное, близкое, и в зависимости от того, если хорошо относишься к интеллигенции, то, значит, одна, ну, какая-то идеология, да и то ведь каждый выбирает свое, кто что знает, что помнит, что кому понравилось, ну, и, соответственно, если плохо относишься к интеллигенции, то какие-то другие предлагаются с точки зрения, то есть, очень сложно, вот эту тему вывести, ну, так же, как вот вы читали в нотации, как этот самый еврейский вопрос, очень трудно выносить на рациональный уровень, так и проблемы интеллигенции, собственно, то, что касается современного религиозного сознания, и здесь работа была не со словами, а с образами, и в результате этой работы, вот, ну, мне в свое время удалось типологию вот эту выявить, таких, ну, скажем так, метафорических ролей интеллигенции, учитель, хранитель, обличитель, модернизатор и революционер. Ну, когда это было сделано, допустим, 2-3 года назад, я понимаю, что сейчас вот эта типология, она практически бессильна для того, чтобы описать то, что происходит с интеллигенцией сейчас, то есть, эти роли, ну, учитель, слава Богу, хранитель, кто в музее, библиотеке, но, в целом, все эти профессии, как мне кажется, они дискредитированы. Так, дальше, и вот вы просто сейчас посмотрите картинки. Кто подписал? По-моему, они были не подписаны. Вы подписали? Нет, я просто удивилась. Вот оно, как оно, подсознание поддействует. Ну, давайте дальше посмотрим. Здесь можно спорить. Это вот исследование 11-12 годов. Когда я защищала диссертателю, уже Навального очень хотелось убрать, потому что он как-то там всем за лесом занимался или чем-то другим. Ну, вот. Дальше. Это модернный гладер. Персонажи из разных исторических периодов, но они все знают. Солыжный. Оу. Это никому. Мелко-мелко. Так. Кстати, вот самое первое исследование, по-моему, в 2008-м в конце там Сталин тоже назвали в качестве интеллигента. Ну, возможно, из-за его книги по языкознания. Мы тоже в общем-то все узнаваемые. Конечно, какие-то из этих исследований можно повторить, и в принципе, наверное, для социального поскольку это было бы сейчас правильно сделать, потому что мы сейчас вот увидим диаграмму. А, тут они еще не кончились интеллигентно-то. когда мы просили людей выбрать наиболее знакомую, так сказать, фамилию, вот на первом месте Сахаров, Горький, Чернышевский, ну, и вот эту группу частных выбираний занимаются уже и совсем уже ни Федор Абрамов, ни Аверинцев, ну, Валилов там меньше. Вот, то есть, на самом деле, это такой случайный набор имен, которые люди предъявляют. Хотя, да, интеллигентно мы всех можем это впечатлить. И, собственно, там с этими персоналами там в одном из запросов, это как раз ухом в Ульяновске и наторожай персоналик тоже в первом году. Там были вопросы по поводу того, на кого из этих людей вам кажется, вы более похожи. То есть, все вот эти персонажи, которые мы видели на фотографии, это образец для самоидентификации. И, на самом деле, откуда, да, и там задался вопрос, а почему вы похожи на этого человека? Ну, вы же, я такой честный, я такой же темпераментный. На самом деле, ну, поставить себя на место сахаром, например, во-первых, променевую водородную бомбу не изобрел, по-моему, да? Вот. И так далее. Прошу вас дальше. Так, ну, это листайте, это я уже рассказала. Вот они. Ну, опять же, в 11-12-м городах вот для людей, видите, значит, роль учителя была ныне привлекательной, при том, что наши респонденты в основном были учителя, вот, чуть больше представляли себя как модернизаторы и самое большое количество это ролевая диффузия, то есть очень трудно и, собственно, вот эта вот энтропия языковых категорий, это как раз оно и есть, то есть человек не может определить, ну, какую социальную функцию в обществе ему хотелось выполнить. Так, давай, это можно. Ну, то, о чем я говорила, значит, во-первых, изучение языкового подсознания больших социальных крупных, народностей, классов, государств, то есть изучение мы можем моделировать вот эту стативно-вербальную сеть, в которой показывают узловые точки, потому что когда мы видим, ну, какое-то сильное ядро, например, да, понятно, что, если мы хотим консолидировать людей, которые живут в Катарстане, то через религиозные категории это делать проще всего. Ни в Мариел, ни в Мордовии, ни, значит, у нас это делать, ну, этим люди занимаются, но это абсолютно бессмысленно. И сейчас, в общем, большинство, ну, как мне кажется, привычных людей, отвечает на вопрос, веришь ли ты в Бога, что мы говорим, да, верим, но только я в церковь не хожу, по-своему. Это феномен, который Эйпштейн, Михаил Матанович называет бедной верой. То есть, это, да, вера, Ёнг считал, что религиозность это имманентное свойство человеческой психики, вот, и, видимо, это сохраняется, но мы хотим удержаться подальше от тех обрядов, суть, которых мы не понимаем. Значит, изучать, моделировать, ну, и, по всей видимости, если кто-то взял на себя смелость, мы с вами можем это сделать, можем прогнозировать каких-то процессов, и самое главное, ну, предотвращать некие негативные явления. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.